И в этом году ваш прогноз как экономиста, что будет с нефтью и рублем? Нет, вы знаете, Гайдар в свое время сказал, что я достаточно приличный человек, чтобы заниматься такими неприличными вещами, как прогноз цен на нефть. Поэтому я этому последую тоже. Никто не знает. Если говорить, например, о Даосском форуме, все-таки это считается ведущим мировым экономическим форумом в течение года, могу только сказать, что вот такие точные прогнозы никто не давал, но такие а-ля консенсус прогнозы, что цены могут отскочить по разным оценкам от 65 до максимум 75-80 долларов в горизонте от полугода до двух лет. То есть это такой плюс-минус трамвайная остановка, что нельзя считать прогнозом, но это скорее подчеркивает, что таких серьезных людей, которые бы какие-то заявления делали, нет. Есть большое количество людей, которые с потолка называют цифры, и вот эти тысячи человек, потом один из них угадает. Это как лотерея. И он скажет, вот видите, я же говорил вам два года назад. А он просто был один из выборки, из тысячи, на которые попал этот шар. Анекдотом расскажу, когда два альпиниста идут в горы, и один друг срывается в щель. И другой в ужасе кричит, Вася, Вася, ты жив? Он говорит, да, жив. Руки целые? Целые. Ноги целые? Целые. Ну тогда выбирайся. Не могу, я еще лечу. Да, вот это к вопросу о кризисе, поэтому у нас пока все цело.